что значит прийти на встречу вовремя вовремя это как для корейца это будет значит быть на месте заранее даже минут за 15 до начала для немцев вовремя значит задержаться не более чем на 5 минут для жителей восточной европы не более чем на 15 для египтянина допустимо появиться на месте встречи не позже чем через час от назначенного времени конфликт возникает когда египтянин назначая встречу корейцу каждый приходит вовремя но в соответствии со своей культурной традицией безусловно всем хотелось бы чтобы диспетчеры пилоты машинисты врачи и представители других служб на которые нам приходится полагаться действовали безупречностью швейцарских часов но само по себе восприятие времени значительной мере культурно обусловлено однажды спуская из гор казахстана мы набрели на пастушью юрту программа нашей экспедиции была уже завершена а до ближайшего пункта регулярного транспортного сообщения было еще три дня пешего хода и и особо задерживаться не хотелось все торопились домой но и пройти мимо тоже было нельзя это очень сильно обидело бы человека который месяцами лишен человеческого общения он наверняка уже давно завидел нас и теперь сидел внутри в ожидании нашего прихода зайдя в юрту мы должен образом поприветствовали хозяина и он радушно предложил нам присесть на волочную постилку служившую полом вместе с хозяином в помещении находился молодая женщина то ли дочь то ли юная жена она тут же расставила перед нами пиалы плеснув каждую немного конского молока кумыса наливать чаши дополна было бы проявлением неуважения а радушный хозяин преломил лепешки узнав о наших планах он сказал зачем же вам идти так далеко оставайтесь здесь рядом дорогу проложили как машина приедет она вас заберет мы не верили своему счастью на карте никакой дороге не значилось а рюкзаки были нелегки и все изрядно устали а машина как часто приходит надежды спросили мы очень часто был ответ два раза в месяц время для него имела совершенно иные мерки впрочем разница восприятие времени было не единственным конфликтом культур с которым мы столкнулись в той юрте стараясь поскорее покончить с данью уважения мы быстро допили свой кумыс и готовы были уже попрощаться но девушка тут же подлила еще так повторялось раз за разом поскольку же содержание алкоголя в кумысе вы куда выше чем в кефире а кислорода высокогором в воздухе гораздо меньше привычного для наших организмов количество мы вскоре изрядно захмелели но не имели ни малейшего представления как остановить эту пытку гостеприимством коценка сов оставив приличие мы рванули на выход напоследок слыша как девушка говорила у нас за спиной они выпили наш месячный запас кумыса похоже хозяева тоже были не в восторге от сложившейся неловкой ситуации пустившись в цивилизацию я рассказал о произошедшем случайному собеседнику в местной чайхане все очень просто сказал тот нужно было напившись перевернуть пиалу вверх дном просто-то просто нам такое в голову бы не пришло переворачивать сосуд со стекающими остатками кумыса но и без того нестерильный войлок служивший полом и ложем и сиденьем и столом культурно обусловленным является дресс-код подобающий для различных ситуаций как например следует одеться на работу как оставаясь дома как в церкви как на пляж как магазин однажды восточноевропейские пасторы пригласили американского миссионера на пляж вот согласившись был шокирован трижды во-первых оказалось что все пасторы были одеты в узкие обтягивающие плавки среди консервативных христиан америки такое деяние считается непристойностью на грани извращения многие из них даже отказываются посещать те общественные бассейны в европе где требованием являются исключительно обтягивающие купальные костюмы сам же миссионер как и положено добропорядочному служителю церкви был одет в благопристойные широкие плавки по типу шорт и футболку второй раз он был шокирован когда местные служители позвав его с собой купить прохладительных напитков пошли в магазин в одних лих плавках третий раз когда после этого они еще и подшучили над ним что он дескать ходил по магазину в пижаме хотя поведенческие стереотипы относятся как было сказано к сфере этикета они этики внутри самой культуры люди склонны предписывать им нравственное значение некультурное поведение нередко воспринимается как аморальное нарушение правил наказывается высмеиванием замечанием презрением отвержением потери репутации иногда даже применяем насилия тем не менее для благовестника крайне важно научиться различать культурно обусловленные традиции и этические нормы